Дорогая Церковь, всех хочу приветствовать словами «Христос воскрес!» Молодежь! «Христос воскрес!» Дети, вы готовы? «Христос воскрес!» Хорошо, садитесь, пожалуйста. Когда мы читаем события самого воскресения в Евангелии, мы замечаем очень быстро такое интересное явление, факт, что Господь являлся только Своим, которые ожидали Его, которые плакали, которые скорбели, которые собирались и ждали, что будет дальше. И я задал себе самому вопрос, почему же Христос не являлся другим своим критиком, которые так насмехались над Ним? Почему Он не явился Пилату, который вроде посчитал Его за праведника, но все равно распял Его? Почему Он не явился Ироду, который все время хотел видеть чудо? И это было бы самое великое чудо, но Он ему не явился. Он не явился фарисеем, которые с самого начала Его упрекали, как будто бы Он богохульствует, хотя Он приносил нам истину. Саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, Он им тоже не явился. Очень много другим можно перечислять, кому Он мог бы явиться, но Он является очень маленькой группой людей. Я назвал свою проповедь так, почему Иисус является только Своим? И ответ на этот вопрос – это потому, что у Него была определенная цель, когда Он являлся. Апостол Иоанн, он пишет в своем Евангелии о трех явлениях, которые были. И все эти три явления имеют одну цель – это чтобы показать, что Иисус Христос есть Сын Божий, и что в Его воскресение мы можем иметь жизнь вечную. И вот я хотел с вами порассуждать об этих явлениях. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Мы будем читать выборочно здесь три явления, мы прочитаем каждую отдельно и порассуждаем о нем. Первое здесь – встреча или явление с Марией Магдалиной, 11 стих до 18. Давайте прочитаем. «Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась во гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей, «Жена, что ты плачешь?» Говорит им, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав сие, обратилась назад и увидела Иисуса, стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, «Жена, что ты плачешь?» «Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему, «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». И Иисус говорит ей, «Мария!» Она, обратившись, говорит ему, «Равуни!» Что значит «учитель?» Иисус говорит ей, «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вознесся к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им, «Хожу к отцу моему и к отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и что Он сказал ей». Хотел порассуждать об этих явлениях, которые мы здесь читаем, о том, как Он явился Марии. И первая мысль моя для рассуждения, это то, что Он явился Марии, чтобы она получила утешение. Он явился Марии, чтобы она получила утешение, потому что мы видим из этого повествования, что она горько плакала, у ней слезы покрывали глаза, что она не видела даже, кто с ней разговаривает. Она рыдала, она искала мертвое тело, в последний раз увидеть Его, чтобы попрощаться. Она не была у гроба, чтобы видеть живого Христа. Из этого она спрашивает у человека, как будто бы это садовник. Но интересно, что Мария доказала свою любовь тем, что она всегда желала быть рядом с Иисусом. Мы знаем ее начало. Она была одержимая страшными бесами. Семь бесов ее жестоко мучили много лет, и она никакого выхода не имела, когда Иисус вырвал ее из этого состояния. И с тех пор она видела эту любовь, которая в Иисусе Христе, и ничего другого не хотела. Она была там, когда все уже ушли. Вот мы читали Марка, мы видим, что там были другие жены, а здесь уже одна. Значит, она осталась еще, может быть, увидит Иисуса. И вот Господь, видя ее сердце, переживания, Он хотел ее утешить. Мы знаем, что кому много прощено, тот много любит. И эта женщина была грешной, но Господь ее искупил, возлюбил, и она действительно хотела всегда быть рядом. Она была с Иисусом на распятии, и также, когда Его погребляли, она тоже там была. Она видела именно, куда положили. Она всегда хотела быть с Иисусом, даже если просто в последний раз увидеть мертвое тело. Но ее проблема была в том, что она смотрела вниз, как мы прочитали, она плакала, она не ожидала воскресения. Я думаю, может быть, иногда мы сюда, может, кто еще не обращен, приходят на это место с ожиданием того, что здесь просто наши друзья или не приходят для того, чтобы видеть воскресшего Христа. Но Христос, Он не мертвый, Он хочет изменить вас сегодня тоже. Он хочет показать, что Он не мертвый, а живой. Мария искала мертвого среди живых, но там был Христос живой. Он воскрес. И тоже интересно отметить, что она не была удовлетворенная присутствием ангела, ангела, в которой ей говорили что-то. Она как будто бы на это вообще не обращала внимания, потому что она искала другого, она искала Иисуса. Вот когда другие случаи, где ангелы являются людям, это настолько их вдохновляет, и они падают даже без дыхания, и некоторые даже пытаются поклоняться ангелам, но они всегда останавливают в этом. Но Мария как бы не имела реакцию, она хотела видеть Иисуса, и она искала общение с Ним. И вот мы видим из этого повествования интересную мысль, что воскресенье, оно теперь дает нам новые отношения с Иисусом, не те, которые имела Мария раньше с Ним. Вот 16-17 стих, Иисус называет ее Мария, и дальше Он говорит, «Я восхожу к Отцу моему и к Отцу вашему, к Богу моему и к Богу вашему». И здесь мы видим другое уже отношение. Мария узнала Иисуса через то, как Иисус назвал ее имя. Я думаю, Он ее звал раньше по имени, когда еще живой был, и она что-то особо заметила, какой доброта, какая ласка в этих словах, вернее, в имени, как Иисус называл ее имя. Я думаю, Иисус как-то особо назвал ее, и что она именно голос узнала своего учителя. Может, она не узнала его по внешнему виду, но она узнала его голос, и она обрадовалась, она здесь, как сказано, ухватилась за Него. Мы знаем, что Ян также говорит, что «Овцы слушаются голоса моего, и Он зовет своих овец по имени». Так что Господь знает нас по имени, Он зовет, Он позвал Марию, и мы знаем, что Он нас тоже зовет по имени. Кто еще не знает Его, Он хочет иметь эти близкие отношения с вами сегодня. И как мы здесь видим, что теперь физическое присутствие Иисуса уже не нужно для того, чтобы верить в Иисуса, потому что теперь отношения у нас другие. Мария здесь сказана, в нашем переводе сказано, ну, не прикасайтесь, но в английском сказано, она ухватилась за Иисуса. Это не было прикосновение, как женщина, которая задела край одежды, чтобы Иисус не заметил. Она ухватилась за Него, чтобы больше не потерять Его. И Иисус говорит, нет, теперь уже у нас другие отношения, у нас духовные отношения будут. Помните, как Павел сказал, что если кто-то знал, кого по плоти, то теперь мы не знаем. То есть, если же кто знал Христа по плоти, теперь мы не знаем. Были те, когда писала Библия, что те еще видели Его по плоти, но мы теперь веруем в то, что Христос воскрес, и поэтому мы собрались в воскресный день сегодня на богослужение. И тоже интересно отметить, что в первый раз Иисус называет своих учеников братья, братья. Раньше Он говорит, я даже не считаю вас за рабами, я называю вас друзьями, а теперь еще даже ближе Он называет их братьями. Интересно, почему Он так говорит, Он здесь теперь говорит, что Мой Отец, Он теперь не только Мой, Он и ваш Отец. Мой Отец и ваш Отец. Если у нас отцы одни, то это значит мы братья. И вот братья и сестры, конечно, мы имеем вот это другое отношение, теперь настолько близкое, что Иисус называет нас братьями и сестрами во Христе. И мы здесь видим, что она побежала и рассказала, Мария стала первой миссионеркой, которая рассказала всего лишь две вещи. Она рассказала, что она видела, и она рассказала, что Господь сказал. И это все, что Бог от нас хочет, когда мы с кем-то встречаемся, рассказать, кем мы были, и как Бог нас изменил, и рассказать, что Бог сказал в Своем слове. Вот это все, что Бог хочет от нас. Это первое. Мария, Бог явился Марии, чтобы ее утешить. Вторая мысль, братья и сестры. Он явился ученикам, чтобы они получили повеление. И это очень важная мысль, потому что если бы они не получили это подтверждение, если бы они не видели воскресшего, то, может быть, Евангелие и не дошло до нас. Но Господь позаботился им явиться, чтобы они теперь могли отдать свою жизнь на смерть ради воскресшего Иисуса Христа. Это 19 стих и ниже. В то же время, в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из-за опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус сказал им вторично, «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Здесь мы видим явление уже ученикам. Здесь было их десять апостолов. Фомы не было среди них. И вот мы видим, что Он явился им, и здесь Он говорит, «Мир вам!» Мы видим, что воскресение Иисуса Христа, оно приносит мир, который не было у них до этого, потому что они боялись запасения от иудеев. Братья и сестры, вот мы сегодня собираемся, я не думаю, что мы боимся иудеев, что иудеи придут и нас будут притеснять, как хотели тогда апостолов. У нас другие враги, у нас есть враг Сатана, который хочет много зла сделать. И когда мы имеем мир Христовый через воскресение, у нас нету нужды теперь бояться, мы можем идти смело и рассказывать о том, что Господь воскрес, и Он нам дал новую жизнь во Христе. Нам не нужно теперь бояться никого, кроме самого Бога, потому что Бог, Он достой нашего трепета перед Ним, чтобы наше преклонение перед Ним, чтобы мы боялись только Бога. А людей мы можем не бояться, потому что Господь победил смерть и яд, и Он теперь дает нам вот это дерзновение. И Он повелевает апостолам идти и рассказать всему миру о том, что Господь сотворил. Апостол Павел пишет Римлянам 5.1, он говорит, «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Помните, как сказано, что Христос воскрес для оправдания, так что воскресение, оно дает нам оправдание, которое дает нам мир с Богом. Христос воскрес, чтобы дать нам мир. Воскресение также дает нам радость, о которой мы здесь читаем. Вот 20 стих. Они обрадовались, когда увидели Господа. Они не сразу могли все это понять, когда Иисус предстал. И Он говорит им, мир, но у них первое это состояние щека, мы не всегда можем все осознать, и им нужно было время понять, что это действительно тот же самый Мессия, тот же самый Христос, который был мертв, но теперь живой. И мы знаем, что вот эта радость, которую Господь дает, она приводит нас в состояние смирения перед Ним. Это не значит, что радость, радость – это не просто всегда иметь улыбку на лице, это понимая, что если даже нужно страдать за Христа, мы готовы с радостью это делать. Вот Петр об этом пишет, который когда-то отрекся от Него трижды, но Господь показал Ему себя, и Он написал такие слова. 1 Петра 4, 13. Петр говорит о страданиях, и Он говорит, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его, возрадуйтесь и восторжествуете. Мы не больше нашего Господина, который страдал, и мы, если нам нужно будет страдать, то вот эта радость воскресения, она нам даст возможность пройти это тяжелое состояние, даже если нам нужно положить свою душу ради веры во Христа. Она также дает нам, радость дает нам быть готовыми к встрече, она нас подготавливает к тому трапезе, которая будет на небесах. Откровение нам об этом повествует. Откровение 19, 7. Там написано, «Возрадуйтесь и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». Радость о воскресении, оно дает нам готовность быть в ожидании присутствия нашего Господа, что скоро Он придет за Своей церковью. Итак, вот мы посмотрели о том, что ученики получили повеление, и они не просто получили, но они исполнили это великое поручение, повеление. Но третья мысль – это то, что Фома, Иисус явился Фоме, чтобы он получил убеждение в своей вере. Иисус явился Фоме, чтобы он получил убеждение, потому что он, как мы его называем иногда, сомневающийся Фома или неверующий. Давайте прочитаем вот последнее это явление, 24 стиха. «Фома же, один из двенадцати, названный близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, «Мы видели Господа», «Но Он сказал им, «Если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. И пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст свой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь не верующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ, «Господь мой и Бог мой, Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня блаженны невидящие и уверовавшие». Здесь мы видим, теперь Господь является ученикам и с ними Фома. Я думаю, если бы Фома был бы с 11 в первый раз, то Иисусу бы не было уже нужды явиться еще вторично. Одного явления было бы достаточно, но ради Фомы Господь хотел еще раз доказать, вот убедить его в том, что он воскресший. Интересно, здесь прошла одна неделя, даже 8 дней сказано, и за эту неделю Фома, я уверен, что он рассуждал, переживал, может ли это быть так. Ученики же убеждали его, да, он воскрес, мы его видели, и он ложился спать, об этом думал, он вставал, эта мысль его не оставляла. Может ли это действительно быть так? Он искал ответы, и хотя он хотел его сам видеть, чтобы убедиться, но я думаю, что-то в нем было, то, что верило, что действительно так, но он хотел его видеть. И знаете, когда вот мы пропускаем какое-то богослужение, видите, как что может произойти, что они собирались, и Фомы не было, не знаем, в какой причине, но он пропустил вот это явление. Но Господь в своей любви позаботился, чтобы и ему открыть эту весть. Иисус отвечает, Иисус встречает нас в наших сомнениях. Я не думаю, что один Фома только сомневается иногда. Я думаю, у каждого из нас бывает время сомнения, переживания о чем-то. Может быть, кто-то и имеет хорошее чувство сомнения, потому что действительно, может быть, вы еще не возрожденные, а только присутствуете в Доме Божьем всю жизнь, с детства, и думаете, что это достаточно. Вот такие чувства сомнения, это правильный, когда мы говорим, действительно, Господь, ты живой или нет? Воскрес в моей жизни или нет? Потому что, если мы довольны таком состоянием, верить или не верить, как бы половина, ходя как бы в теплом состоянии, Богу это не угодно, Он хочет, чтобы мы полностью были убеждены. И вот это состояние сомнения, оно иногда побуждает нас действительно поверить во Христа и увидеть, вот как Фома сказал такие великолепные слова, которые показывают божественность Иисуса Христа, как никакой другой стих. Он говорит, Господь мой и Бог мой. Он уже называет Иисуса Богом. Он понимает, что только Бог мог такое произвести, назначить свой день смерти и сказать, что Он и воскреснет, только они не верили в это, они не могли понять, как это все произойдет. Только Бог мог воскресить самого себя. Мы также видим, что Господь Иисус, Он ведет нас в наших победах, и вот эта победа, которая была, когда Он сказал, Господь и Бог мой, я думаю, это тоже слова покаяния, это было то, что Он переживал, я думаю, Он не просто так сказал, Он действительно рыдал перед Ним, что, понимая, что, как я мог не верить словам учеников, моих братьев, которым я три года ходил, они так меня убеждали, я не верил, и Он, как бы, в этих словах может сказать Богу свое покаяние. Я думаю, как будет прекрасно, если кто-то сегодня может тоже преклониться перед Богом и сказать эти слова Иисусу Христу, Господь мой и Бог мой. Не сказать это проповеднику или пастырь, который выйдет, а сказать это именно Богу, Иисусу Христу, воскревшему, которого мы сегодня вспоминаем. И также мы видим, что Иисус, Он оставляет нам свое благословение. В этих стихах мы видим в самом конце, хотя Иисус говорит, будь неверующим, не будь неверующим, но верующим, мы видим, что Иисус его не упрекает как бы строгими словами, но Он говорит, раз ты увидел, ты теперь не будешь иметь вот это состояние блаженства, которое мы с вами сегодня имеем. Вот 29 стих Иисус говорит, ты поверил, потому что увидел Меня, но блажены, невидящие и уверовавшие. Дорогие братья и сестры, мы сегодня намного более блаженны, чем даже апостол Фома, который видел Иисуса вживую. Мы блаженны, потому что так сказал Иисус, потому что мы ходим не видением, а верою. Мы видим, мы имеем это состояние блаженства и благословения от самого Иисуса Христа. Мы принимаем факт воскресения верою, и поэтому мы еще имеем вот это благословение, с которым мы можем сегодня обратиться к Господу нашему в молитвах. Вот заключение такая вот просто вопрос, для чего Иоанн поместил вот эти три повествования, три явления в свое Евангелие, которое уже переполнено, уже столько много. Он просто хотел занять место в Библии, не хватало уже других повествований, или он что-то больше хотел. Братья и сестры, он не просто хотел заполнить место в Писании, он хотел действительно, чтобы мы могли жить верой. Вот смотрите, 31 стих, я его как бы специально пропустил, но самое важное, то, для чего Иисус это писал, он говорит, съезжий написал, написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Веруя воскресшего Иисуса Христа, мы можем иметь жизнь. Знаете, Иисус, Он воскрес из мертвых для того, чтобы мы получили утешение, как получила Мария, когда у нас что-то тяжело, кто-то умер, кто-то тяжело болеет, мы можем в Иисусе получить утешение. Иисус воскрес из мертвых для того, чтобы мы, как апостолы, получили повеление идти и рассказывать тем, кто вокруг нас о Христе. Иисус также воскрес из мертвых для того, чтобы дать нам убеждение и уверенность и утвердить нас в нашем хождении, как Он утвердил Фому, когда мы сомневаемся в нашем спасении, потому что Иисус, Он всегда хочет, чтобы мы искренне веровали в Него и, веруя в Него, имели жизнь вечную. Да благословит нас, Господь! Мы помолимся.